В Казани также около четырёх ожидаются осадки. В Петербурге сегодня временами снег, метель. Днём в городе минус 2-4 градуса. В Москве местами ожидается небольшой снег. Днём 1-3 градуса мороза. Сейчас в российской столице минус 3 пасмурно. Радио России Вести Липецк В студии с новостями Наталья Пьячева. Здравствуйте и коротко главные темы. 11 классов в 6 школах Липецка закрыты на карантин. Всего в нашем регионе зарегистрировано около 6 тысяч случаев ОРВИ. Это ниже уровня эпидпорога на 8%. Череда новогодних розничных ярмарок продолжается в нашем регионе. Торговые ряды развернутся сразу в нескольких районах области. Необычную выставку организовали в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства. Там горожанам предлагают встретить бумажный Новый год. Теперь подробнее. Липецкая область в числе лучших в Центральном федеральном округе по развитию конкуренции. Это оценка Федеральной антимонопольной службы страны. Дальнейшее развитие конкурентной среды в нашем регионе стало темой Международной научно-практической конференции. Ключевая задача – не допустить ущемления интересов участников рынка или нарушения прав потребителей. Комментарий начальника правового управления Федеральной антимонопольной службы России Артема Молчанова и заместителя главы администрации Липецкой области Андрея Казадёрова. При развитии конкуренции должны участвовать все стороны экономических отношений и потребители, и предприниматели, и научное сообщество, и общественная организация. Сегодня мы выбрали для себя станкостроение и туристическую область, как ту сферу, где мы дополнительно в связи со спецификой Липецкой области будем развивать конкуренцию для того, чтобы всем типам предпринимателей и всех типов организаций было комфортно работать. 11 классов в шести школах Липецка ушли на внеплановые каникулы. Карантин объявлен из-за высокой заболеваемости ОРВИ.